Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася, сегодня пробежимся по стоимости аренды квартир в Нью-Йорке. Сразу скажу, я выбрал самые дешевые и некоторые цены меня очень сильно удивили, я даже не подозреваю, почему так дешево. По меркам Нью-Йорка. Итак, поехали. Первое у нас идет One Bedroom за 1136 долларов в месяц. One Bedroom, то есть по-русски это двухкомнатная квартира. Для Нью-Йорка это очень дешево, потому что минимальная плата труда в Нью-Йорке 15 долларов в час. Чистыми на руки после вычета налогов примерно 1920 где-то так выходит. Это реально очень дешево. Это как если бы в России, в Москве можно было снять двухкомнатную квартиру тысяч за 11 рублей. Да. А вот вообще цена 640 долларов в месяц. Это за Квинсом, это уже пригород считается Нью-Йорка, но транспорту, да, ходит общественный. Также если у вас есть машина, то вам вообще без проблем будет добраться, потому что иногда ехать до Манхэттена по пробкам гораздо труднее, чем добраться сюда. Я в этих районах тоже был. 600 долларов в месяц это реально очень низкая цена. Почему? Я не знаю, почему такая цена. Здесь у нас идет студия за 1000 долларов в месяц. Это Стейтон-Айленд, но это тоже Нью-Йорк. Это один из районов Нью-Йорка. По-английски это Боро. А так это район, если по-русски говорить. 1000 долларов в месяц. Напоминаю, МРОД 1900 с хвостиком долларов в месяц после вычета налогов. С налогами примерно 2400, если без овертаймов. Тут у нас идет OneBed Room on Staten Island 1200 в месяц. Реально цены очень низкие. В последнее время я заметил тенденцию к снижению цен. Я удивлен. Я думал, что стоимость недвижимости и аренда в том числе, она все время растет. Оказалось, ценец снижается в том числе. Для меня это большой сюрприз. Но понятное дело, что я сейчас выбрал самые недорогие дешевые варианты. Но если вы в Нью-Йорке на постоянном месте жительства живете, то у вас будет время, возможность и силы поискать какой-нибудь подходящий для вас вариант. Едем дальше. Здесь у нас идет OneBedroom за 1300. Одна ванная. Как правильно сказать? Одна ванная, короче. Тоже Staten Island. Тоже район Нью-Йорка. Идем дальше. Вот у нас идет студия на Staten Island за 1100 в месяц. Тоже относительно недорогая цена. Потому что я цены видел совершенно разнообразные. От недорогих, которые я сейчас показал в пригороде за 640 в месяц, до бесконечности. В элитных небоскребах с бассейном на крыше. Там, где вы звезды целуете, плаваете. Там, разумеется, цена будет другая. И последний вариант. Студия за 1100 долларов в месяц. Вот он вариант. Я, разумеется, закрасил все номера телефона. Все. Рядом трейн и 5 минут пешком. То есть метро F и N трейн. И давайте будем честными. Понятное дело, что тут параллельно еще куча всяких расходов. Иногда нужно залог за недвижимость оставлять. Платить ли брокеру? Тут вопрос. Я сейчас им не владею, если честно. Когда-то я читал, что брокерам сейчас не надо платить. Где-то, говорят, надо платить. Я не знаю, насколько это надо по закону делать. Я давно уже через брокера не искал. У меня с этим все нормально. Мне есть где жить. Но понятное дело, что очень много еще предстоит других расходов. Когда людям есть куда тратить. Поэтому давайте будем адекватными. Переехать очень дорого. Снять квартиру реально дорого. Это, как правило, оплата первого месяца, последнего месяца. Иногда залог. Там еще какие-то сопутствующие расходы. В общем, снять квартиру в Нью-Йорке и переехать. Это стоит в копеечку влетает. И не дешево. Поэтому давайте без глупости. Не будем писать. И тапками не будем кидаться. А вот расскажи, сколько стоит еще дополнительно. Ну, газ, электричество кто сколько тратит? Как правило, входит газ. И дополнительно платят люди за газ и за электричество. Вода. Я здесь всегда, сколько я здесь жил, в каких квартирах. Вода всегда входит в стоимость аренды квартиры. И счетчиков на воду я ни разу пока не видел. Но, скорее всего, в частных домах они есть. Мне об этом писали. Ну, плюс интернет, разумеется. От 30 долларов в месяц сейчас по акции подключают. Ну, то есть, такие дела. Дальше уже идет от вас, что вы хотите. Какие вам услуги дополнительно нужны. Такие дела. С вами был Вася из Нью-Йорка. Всем пока.